Барнаульца Леонида в армию отправили в Афганистан. Говорит, сначала попал в другие войска, но всеми силами добился того, чтобы его перевели в ВДВ. За три года 48 раз пересек перевал Саланг и участвовал в боевых операциях. Службу вспоминает до сих пор, иногда даже со слезами на глазах. Когда она кончилась, я не заметил, как она прошла. А когда она начиналась, я говорю еще раз, когда она никогда не кончится. Но опыт, который еще был приобретен во время подготовки в Советском Союзе, потом во время службы в Афганистане, он даже в данный момент, уже по прошествии 30 с лишним лет, он пригождается в жизни, в работе, в общении, во всем. Служил в Черниговской дивизии, самая боевая, самая любимая, дяди Васи дивизия. В артполку служил, тоже его любимый полк, дяди Васи. У нас больше всего героев Советского Союза. Обменяться историями, почтить память сослуживцев, 2 августа десантники приходят в Дому афганцев. «Никто, кроме нас» – символическая фраза, услышать которую можно отовсюду. Из-за ковидных ограничений барнаульских десантников попросили провести праздник кругу семьи. Но для военных семья – это братья по службе. И традиции здесь чтут. Поэтому сюда приходят с женами и детьми. Я надеюсь, что мои сыновья будут поддерживать эту традицию вместе. Пойдут служить в эти же войска. Да, Сереж? Пойдешь служить? Ты где хочешь служить? В десантных войсках? У малыша еще есть время определиться и впитать культуру ОДВ. Кстати, праздник прошел прилично. Никаких фонтанов и бутылок. Тем более, специально для встреч в Барнауле накануне открыли сквер десантников, где ежегодно будут встречаться алтайские военные. Кстати говоря, при строительстве сквера не пострадало ни одно дерево. Поэтому новое место встреч будет нести по-настоящему добрую и чистую атмосферу. Маргарита Гартунг, Дмитрий Денисов. День с толком.